Второе послание Тимофею, первая глава, седьмой стих. Прочтём вместе. Читаем. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Мы понимаем, что страх исходит не от Бога. Бог не одобряет страх. Бог не распространяет страх. Библия очень чётко говорит, что Бог даёт нам любовь, Бог даёт силу, способность достигать результатов, здравомыслие, но Он не даёт страх. И хотя многие люди считают, что нет ничего плохого, если вы чего-то боитесь, но вы должны понимать, что нельзя мириться со страхом ни в какой сфере вашей жизни. Потому что Бог не дал вам духа страха. Есть люди, которые считают, что страх — это естественно. Немного страха — это естественно. Нет, это не так. Бог создал всё естественное, и Он против всего, что идёт наперекор природе. Говорить, что страх естественен — это то же самое, что говорить, что Бог дал нам этот страх. Но Библия говорит нам, что Бог не дал нам духа страха. Мы должны понимать, что нельзя мириться со страхом, потому что этот компромисс заражает нашу веру. Страх и вера действуют на основании одних и тех же духовных законов. Страх является прямой противоположностью веры. Сначала была вера, а потом появилась её противоположность — страх. Помните, в школе вы изучали противоположные числа? Они являются противоположностью друг другу. Страх является противоположностью веры. Страх — это вера со знаком минус. Со страхом мириться нельзя. Нельзя мириться со страхом ни в какой сфере жизни. Нельзя мириться со страхом в любом его проявлении. Со страхом мириться нельзя. Почему? Потому что дьявол успешно действует в жизни тех, кто чего-то боится. Если вы чего-нибудь боитесь, значит, дьявол может успешно действовать в вашей жизни. Дьявол не может действовать, если вы ничего не боитесь. Он действует там, где есть страх. Там, где нет страха, сатана парализован. Там, где нет страха, сатана парализован. Но там, где страх есть, там будет действовать сатана. Он будет сеять разрушение в вашей жизни до тех пор, пока не разрушит всё. В книге Иова 3.25 написано «То, чего я боялся больше всего, то и постигло меня». То, чего вы больше всего боитесь, обязательно проявится в вашей жизни. То, чего вы больше всего боитесь в своей жизни, то и случится с вами. Я хочу задать вам вопрос. Чего вы боитесь? Что вас пугает? Вы должны от этого избавиться. Вы должны покончить со своими страхами. Или ваши страхи доведут вас до ручки. Со страхом мириться нельзя. Со страхом мириться нельзя. Повторите. Со страхом мириться нельзя. Я хочу, чтобы вы поняли это. Я повторяю это вновь и вновь. Сатана сможет орудовать в вашей жизни, только если вы чего-то боитесь. Но если вы не боитесь, он действовать не может. С другой стороны, там, где нет веры, не будет действовать Бог. Там, где нет веры, Бог бессилен. То, во что вы больше всего верите, то и исполнится в вашей жизни. То, во что вы больше всего верите, то и произойдёт. Когда вы пребываете в вере, вы парализуете дьявола. Когда вы пребываете в страхе, вы не даёте действовать Богу. Вы должны сделать так, чтобы не создавать помех Божьей работе в вашей жизни. И всё из-за вашего страха. Нет места страху. Вы должны ревностно искоренять страх из своей жизни. Итак, говоря о страхе, мы уяснили, что если есть страх, значит, есть и неверие. Неверие и страх идут рука об руку. Неверие — это ещё одно обличье страха. Послушайте меня. Порой, чтобы справиться со страхом, нужно сначала разобраться с неверием. Например, если вы боитесь бедности и нужды, если вы боитесь, что однажды придёт день, когда у вас не будет даже необходимого, вы тем самым говорите, «Я не верю, что Бог восполнит мои нужды по богатству своему в славе». Там, где есть страх, там есть и неверие. Помните, что страх, которым дьявол изо всех сил стремится наполнить нас, — это страх, что обещанное Богом и Его Слово не исполнится. Он хочет, чтобы вы боялись, что всё, что Бог обещал в Библии, не будет исполнено. Вы также должны знать, что страх приходит тем же путём, что и вера. Как приходит вера? От слышания. Слышание чего? Божьего Слова. А страх приходит от слышания слов, тех слов, что противоречат Божьему Слову. Смотрите. Бытие. Дьявол в Эдемском саду разговаривает с Евой. Он спрашивает, что ей сказал Бог. Она ответила, «Бог сказал, что мы можем есть плоды всех деревьев в этом саду, кроме этого». А потом она добавила. Он сказал, что если мы съедим плоды этого дерева, мы умрём. И Сатана бросил вызов этим словам. «Нет, вы не умрёте». Бог сказал, что они умрут, а Сатана сказал, что они не умрут. Слова «нет, вы не умрёте» — это слова, противоречащие Божьим словам. И когда они услышали эти слова, всё изменилось. Они испугались. В следующий раз, когда мы видим Адама и Еву, они прячутся от Бога, потому что они поверили словам, противоречащим Божьему Слову. И результат этого — страх. Пожалуйста, поймите, что страх приходит от слышания, от слышания слов, которые противоречат Божьему Слову. Страх приходит от слышания, от слышания слов, которые противоречат Божьему Слову. Пожалуйста, послушайте меня. Неверие и есть страх. Когда вы понимаете, что говорит вам Божье Слово, но сознательно решаете не верить этому, Вы тем самым открываете дверь страху. Неверие — это лишь одно из обличий страха. Неверие и страх идут рука об руку. Например, вы можете сказать, «Я не полечу на самолете, потому что боюсь, а вдруг чего-то случится». Тем самым вы говорите, «Я не верю, что Бог позаботится обо мне. Я не верю, что Бог сможет защитить меня». Есть страх, есть неверие. Бродоллар. Врачи поставили мне диагноз «рак». «Я не думаю, что я выживу». Тем самым вы говорите, «Я не верю, что ранами его я исцелен». Там, где есть страх, есть неверие. И Иисус сказал, что не мог совершить многих чудес из-за неверия. То есть Он говорил, «Их страх помешал мне действовать». Там, где есть неверие, есть и страх. Если вы не сможете победить неверие, вы не сможете победить страх, потому что страх связан с неверием. Они идут рука об руку. Возникает новый вопрос. В чем проявляется ваше неверие? Где в вашей жизни есть сферы неверия? В Божьем Слове сказано ясно и четко, что из-за своего неверия вы боитесь, вы сомневаетесь, вы в страхе. Разберитесь с неверием, и вы победите страх. Если вы не проанализируете, чему вы не верите, что в Божьем Слове вызывает у вас сомнения, то вы по-прежнему будете пребывать в страхе. Дьяволу не нужно, чтобы дверь была открыта широко. Достаточно лишь небольшой щелки, и все. А у страха глаза велики. Однажды вы проснетесь от того, что ваше сердце колотится от страха, потому что вы обеспокоены своим будущим. Но вам будет трудно понять, откуда взялся этот страх. Я уже рассказывал вам одну историю из моей жизни. Однажды на Рождество я спросил у Бога, что мне подарить близким в этот праздник. Все наши родственники должны были прийти к нам в гости. Он сказал, я хочу, чтобы ты разделил свою зарплату на равные части и отдал по одной части каждому, кто придет в этот день в твой дом. О, как я испугался тогда! Что же произошло? Я не поверил Богу и своим неверием поставил под сомнение принцип сеяния и жатвы. Я сомневался и не верил. Или вот еще один лик страха. Сомнения. Я сомневался, что если я сделаю так, то в результате все обернется мне на пользу. Не совсем понимая, что делать, я прежде всего взял в руки Библию и прочел все стихи, имеющие отношение к сеянию и жатве. Я провел несколько часов, размышляя над Божьим Словом. И в конце концов я провозгласил. Я верю в это. «Как только я победил свое неверие, страх улетучился». Да, я это сразу заметил. И тогда я спокойно исполнил Божье повеление. Как я уже говорил вам, если вы не разберетесь с неверием, вы не сможете избавиться от страха. Вы это поняли? Страх и неверие связаны друг с другом. Одежды, в которые одевается страх, разные. Неверие. Об этом мы уже говорили. Мы поговорим еще, потому что я хочу, чтобы вы понимали, как бороться со страхом. Обличие страха, о котором я буду говорить сегодня, — это волнение. Присмотревшись к жизни людей, вы заметите, что они волнуются о многом. Волнуются о том, что им есть. Волнуются о том, как платить по счетам. Волнуются о том, что происходит с их детьми. Волнуются о том, что происходит у них на работе. Волнуются о том, что надеть. Они волнуются без конца. Некоторые люди — профессионалы в переживаниях. Они не понимают, что творят. И к чему это может привести, когда они продолжают волноваться и отказываются бороться с этими волнениями. Самые обычные люди. Если поговорить с ними, то они будут убеждать вас, что нет ничего плохого в волнениях. Волнение — это естественно. Все волнуются. Не думайте, что если все это делают, значит, это естественно. Только потому, что все это делают, это еще не значит, что это естественно. Необходимо осознать, какой хаос могут принести волнение в вашу жизнь. Именно об этом я и хотел говорить с вами. Чтобы вы освободились от тревог и переживаний. Если вы пришли сюда встревоженные чем-то, обеспокоенные, то скоро вы со всем этим распрощаетесь. И если вы смотрите новости, переживаете, что будет с экономикой, что будет с вашей работой, волнуетесь, а вдруг вас уволят, потому что сейчас спад производства, беспокойтесь, а что если антикризисные меры не будут эффективны, тогда знайте, что вы не на той стороне. Вам нужно отказаться от этой привычки, и нужно сделать это сегодня. Вы готовы? Давайте откроем Евангелие от Луки, первую главу, 74 стих. Евангелие от Луки, первая глава, 74 стих. Начнем с этого. 74 стих. Давайте прочитаем 74 стих вместе. В слух. Готовы? Читаем. Безбоязненно по избавлению от руки врагов наших служить Ему в святости. Служить. 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 То есть Бог говорит, я хочу, чтобы вы служили Мне без страха. Почему? Потому что если вы будете служить Ему из-за того, что боитесь, Он не сможет действовать. Он ничего не сможет, если вы будете служить Ему из страха. Он ничего не сможет сделать, если вы будете молиться молитвами, основанными на страхе. Если ваше служение основано на страхе, если ваше даяние основано на страхе, если вы приходите в церковь только из-за страха, Бог ничего не сможет сделать. Он желает, чтобы вы служили Ему безбоязненно. В расширенном переводе это звучит так. «Мы избавлены от руки врагов наших, дабы мы могли служить Ему без страха». Бог хочет, чтобы мы понимали, любой христианин должен служить Ему без страха. Если мы будем служить Богу бесстрашно, то Он сможет действовать, а дьявол будет парализован. Давайте откроем послание к филиппийцам. По-моему, это лучший стих Библии. Филиппийцам, первая глава. Филиппийцам, первая глава. Пожалуйста, поймите один факт о волнениях. Кто-то может сказать, разговор же о страхе, при чём тут волнение. Давайте дадим определение. Давайте выясним, что такое волнение. И вы увидите, что это тоже страх. А чтобы дать определение понятию волнения, я бы хотел сначала поговорить о размышлении. В книге Иисуса Новина, первой главе, восьмом стихе, говорится, что мы должны размышлять о Божьем Слове день и ночь, дабы быть успешным во всех путях своих. В расширенном переводе написано, дабы поступать мудро в делах житейских. А теперь смотрите, когда я размышляю над Божьим Словом, я добиваюсь процветания, становлюсь успешным. Размышлять — это значит думать, обдумывать, мысленно прокручивать что-то снова и снова. Когда я мысленно возвращаюсь к чему-то раз и ещё раз и ещё раз, это значит, я размышляю над этим. И Библия говорит, если мы будем размышлять над Его Словом день и ночь, то мы будем успешными. Вам не нужно заискивать перед начальством. Вы можете быть успешными, размышляя над Божьим Словом. Кто-то спросит, а как долго нужно размышлять над Божьим Словом? Размышлять нужно до тех пор, пока Слово не станет для вас настолько ясным, что вы будете знать, как поступать в соответствии с написанным в нём. Волнение — это противоположность подобного знания. Волнение — это размышление о том, что противоречит Божьему Слову. Волнение — это негативные мысли. Волнение возникает, когда человек размышляет о нужде, вместо того, чтобы размышлять о Божьем обеспечении. Волнение — это размышление о негативном, прокручивание этого негативного в голове. И когда вы тревожитесь и переживаете, то так же, как и с благочестивыми размышлениями, вдруг, внезапно, то, о чём вы волнуетесь, то, чего вы боитесь больше всего, вы размышляете о своих сомнениях, вы размышляете о своём неверии, вы размышляете о том, что противоречит Божьему Слову, вы переживаете, волнуетесь и знаете, что происходит. Именно то, о чём вы волнуетесь, то и происходит. Вы становитесь участником трагедии, которую сами и создали. Вы сами способствовали тем несчастьям, которые происходят в вашей жизни. Вы сами пришли к одиночеству и депрессии. То, что происходит в вашей жизни, вы сами и создали. «Поздравляю вас!» И всё потому, что вы волновались и переживали. Волновались и переживали. Когда вы волнуетесь, вы размышляете. И если вы размышляете о чём-то негативном достаточно долго, то вы придаёте этому достаточно жизненных сил, чтобы это негативное проявилось и совершилось в вашей жизни. О чём вы размышляете? Вы размышляете о том, чего боитесь. Вы размышляете о том, чего боитесь больше всего. И это осуществляется. Вы сидите дома. «О, я волнуюсь! Я переживаю за своего ребёнка. Я волнуюсь за него. Я тревожусь. А вдруг с ним что-то случится? Я боюсь, как бы с ним чего ни приключилось. Вдруг с ним что-то случится?» И в конце концов, вы притягиваете несчастья, которые прежде родились в вашей голове, и родились они благодаря вашему успешному волнению. И вот вам звонят «Ваш ребёнок в больнице». «О, я так и знал!» Конечно, знали. Вы ведь так долго размышляли об этом, что это стало реальностью. Поздравляю! Вы сами способствовали тому, чтобы ваш ребёнок попал в больницу. Тревоги, опасения, волнения. Я волнуюсь, что мне не хватит денег. Я говорю, «Вы когда-нибудь встречали человека, который постоянно волнуется?» Эти люди всегда напряжённые. «Что с тобой?» «О, не знаю, не знаю. Думаю, меня выселят». «А ты платил за квартиру?» «Нет, не платил». Тебе не нужно волноваться. А раз ты не платил, то тебя точно выселят. Есть аксиомы, о которых не нужно волноваться. «Один плюс один равняется два». Вы меня понимаете? Но мы почему-то не понимаем, что волнение тоже может что-то сотворить. Но лишь негативное, потому что волнение — это размышление о том, о чём нельзя размышлять. Это размышление о том, что противоречит Божьему Слову. Загляните в своё сердце. Есть ли что-то, о чём вы постоянно тревожитесь и размышляете? С другой стороны, если вы волнуетесь, вы коронуете себя Богом. Тем самым вы говорите, «Бог тебе с этим не справится, мне придётся заняться этим самому. Я возьму это на себя. Я не могу возложить эти заботы на тебя, потому что я тебе не доверяю». О чём вы волнуетесь? Вы волнуетесь об экономике? Волнуетесь о работе? Худшее для христианина — это погрузиться в переживания день за днём. И вдруг начинает происходить то, о чём вы так переживали. И всё потому, что вы не хотели выбросить это из головы. Волнение также плохо влияет на ваше физическое состояние, потому что волнение приводит к заболеваниям. Когда человек волнуется, он теряет покой, начинает нервничать. Порой люди волнуются безосновательно, они просто паникуют. Утром ко мне подошёл очень взволнованный человек. Его что-то тревожило. Его волновало, «Как долго я буду проповедовать?» Он волновался. Люди волнуются о том, найдут ли место для парковки своего автомобиля. Люди волнуются о том, что они будут есть сегодня. «Я забыл достать курицу из морозильника. Что же я приготовлю сегодня на ужин?» «Боже, помоги, я забыл достать курицу!» Я говорю о чём-то другом, а ваши мысли только о курице. Это одно из обличий страха. И если вы не разберётесь с этим, оно погребёт вас окончательно. Давайте откроем первую главу послания к филиппийцам. Филиппийцам первая глава. Это хороший стих. 28 стих. Я прочитаю и хочу увидеть, как вы на это отреагируете. «И не страшитесь ни в чём противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога». У меня была такая же реакция. Я прочитал этот стих и сказал, «Неплохо». А в этом стихе столько всего. Я прочитаю его помедленнее. «И не страшитесь ни в чём противников». Терроризм без страха — ничто. Терроризм не страшен, когда его никто не боится. «И не страшитесь ни в чём противников». Это для них есть предзнаменование. «Погибели». Если вы не боитесь, то для ваших врагов это будет признаком их погибели, а для вас — спасение. «И сие от Бога». «Прежде всего я вижу, что происходит нечто особенное, когда я отказываюсь бояться. Происходит нечто особенное, когда я отказываюсь пребывать в страхе. Происходит нечто особенное, когда я стою перед своими врагами, и во мне нет ни капли страха. Библия говорит, что ваши враги кое-что увидят, и вы тоже кое-что увидите. Давайте разберём этот стих подробнее. Большую часть своей христианской жизни я поверхностно понимал эти слова. Давайте посмотрим, как это выглядит в расширенном переводе Библии. 28 стих. «Никогда не робейте перед противниками вашими, не бойтесь ваших врагов». Никогда ни одной минуты не бойтесь. Ни минуты. «Не допускайте, чтобы враг смог устрашить вас хоть на одну минуту». Такое бесстрашие и твёрдость будут ясным знаком для них, доказательством и свидетельством, что их погибель неизбежна. Вот что здесь написано. Когда вы принимаете решение не бояться, это доказательство вашим врагам, что они точно проиграют, и их ждёт погибель. Когда ваш враг видит, что в вас нет страха, он понимает, что его ждёт поражение. Он знает, что его ждёт погибель. Когда дьявол видит, что вы не боитесь, он знает, что его погибель уже близка. Он сделал всё, чтобы заставить вас бояться, но вы стоите твёрдо и непоколебимо, без страха. Библия говорит, что это для ваших врагов доказательство, что их погибель неизбежна. То есть, что бы они ни делали против вас, вы, главное, не бойтесь. И они проиграют, потому что ваше бесстрашие. Это доказательство того, что проиграют они, а не вы. Но это не всё. Смотрите дальше. Ваше бесстрашие будет знаком вашего скорого спасения и сие от Бога. Когда вы обозреваете свою жизнь и видите, что вы не боитесь, это доказательство вашего спасения. Врач говорит, у вас рак, а вы, не знаю почему, но я не боюсь. Меня почему-то это не волнует. Знаете, я думаю, что это пройдёт, как и всё остальное. Библия говорит, отсутствие страха это ваша гарантия. Вы не боитесь, а значит, вы будете избавлены и спасены. И это от Бога. Когда вы не боитесь, Бог может действовать. Что вы говорите и думаете в трудные и опасные моменты? Если вы не боитесь, если вы не сомневаетесь, вас не испугать. Ведь вы уверены в Божьем Слове. И вместо того, чтобы плакать, вы начинаете славить Господа. Вместо того, чтобы жаловаться, вы поёте. Этот день сотворил Господь. И человек, который хотел запугать вас, задаёт вам вопрос, что с вами? Может вам обратиться к психиатру? Вы реагируете не так, как другие люди. А вы отвечаете, нет, я просто не боюсь, мне не страшно. Я знаю Господа. Я помню, что Он сделал год назад, когда мне сказали, что у меня проблема с этой ногой. Я не испугался. И посмотрите сейчас на эту ногу. За год до этого мне сказали, что у меня проблемы со спиной. Если Господь исцелил и ногу, и спину, мне нечего бояться. И это ваша гарантия. Пусть дьявол знает, что вы знаете, кто здесь победитель. Победа за вами, если вы не боитесь. Страха нет. Страха нет. Нет страха. Я не люблю это делать, но иногда я привожу в качестве примера чемпиона мира. Недавно он дрался с парнем, рост которого 2 метра 10 сантиметров. Этот парень был похож на чудовище, великан. Я думал, о боже, это просто глыба. А наш чемпион бесстрашно взошел на ринг и отколошматил его. И ничего. Ничего, что противник был такой огромный. Посмотрите на него. Ему за 40, а он двигается как 20-летний и совсем не боится. Я знаю, почему он просто не боится. А значит, победа гарантирована. Его пытались засудить, но все зрители были на его стороне. Любой человек, даже далекий от бокса, понял бы. мы сидели у экрана. Он выиграл здесь. Он выиграл в другой игре. Выиграл в этом и в этом. А в конце совсем другой результат. Я вскочил с места. Кто-то тебе за это заплатил. Если мы не боимся, то никакой великан не страшен. Я вспомнил Давида. Когда все израильтяне испугались великана, пришел маленький 17-летний Давид. У него было несколько камней и проща. И Давид сказал, кто этот необрезанный филистимлянин, который думает, что может бросить вызов воинству Израиля. Он не боялся. Голливуд показал, как Давид убегает от великана. Но не так в Библии. В Библии написано, что он шел навстречу. Я думаю, Давид разговаривал с ним. «Как ты смеешь говорить против народа моего?» И запустил камень. Камень попал великану в голову, и тот упал. А что делает Давид? Давид берет меч Голиафа и отрубает его голову. Потом он взял эту голову и прошелся по всему городу, чтобы все увидели, как можно добиться успеха. Скажите, нет места страху. Нет места страху. Давид не волновался. «О, Боже! А что, если я промахнусь? Если я промахнусь, то он меня убьет». Если бы он волновался, он не смог бы сделать то, что он сделал. Вы должны научиться побеждать своих великанов. А вы нервничаете. Что с вами сделает великан? Но вы должны поразить его. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 6 главу. Нет места страху. Нет места страху. Не бойтесь проблем в экономике. Они не должны беспокоить вас. Кто-то может сказать, «Пастор, я боюсь есть арахис». О нем столько всего говорят. А я не боюсь есть арахис. Я молюсь за свою пищу и не боюсь есть арахис. Я не задумываюсь, как были выращены эти орешки. Евангелие от Матфея, 6 глава. Давайте обратим внимание на слова Иисуса. Он поднимает тему волнений и переживаний. Смотрите. 25 стих. Вот что здесь написано. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей». Подчеркните, что Он только что сказал. «Не волнуйтесь за свою жизнь». Вот что Он говорит нам. В расширенном переводе это звучит так. «Посему говорю вам, перестаньте беспокоиться, нервничать и переживать о своей жизни». Вы беспокоитесь за свою жизнь, а Иисус призывает вас прекратить постоянно беспокоиться, нервничать, переживать о своей жизни. А о чем конкретно? Он говорит, «Не беспокойтесь о том, что вы будете есть, что будете пить. Не волнуйтесь о том, во что вам одеваться. Душа не больше ли пищи и тело одежды». В расширенном переводе написано, «Посему говорю вам, перестаньте беспокоиться, нервничать и переживать о своей жизни, что вам есть и что пить. Не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело не величественнее или одежды». Именно об этом люди и волнуются сейчас. Люди смотрят на экономический кризис и переживают о том, будет ли у них пища. Они переживают за свое здоровье. Волнуются об одежде. «Ой, я просто не знаю, смогу ли я это купить. Что я буду носить? А что, если у меня не будет денег на новую одежду?» «Перестаньте покупать. У вас и так полно одежды». Люди волнуются за свою жизнь. А Иисус говорит, «Перестаньте переживать о своей жизни». Он знает, что произойдет, если вы не перестанете волноваться. в 26 стихе Он говорит, «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Он старается объяснить. «Посмотрите на птиц. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Но ваш Небесный Отец продолжает кормить их». Что значит «Небесный Отец продолжает кормить их»? Он пытается донести до вас мысль о том, что Бог — ваш источник. Если Бог так заботится о птицах, то сможет позаботиться и о вас. Вы можете жить без волнения, если поверите, что Бог позаботится о вас. Если вы уверены, что Бог позаботится о вас, тогда вы не станете тревожиться о каждом своем дне. Ведь вы уповаете на Бога. 27 стих. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» В расширенном переводе это звучит так. «Да и кто из вас, волнениями и переживаниями, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть или еще один день к своей жизни?» Послушайте меня внимательно. Волнения ничего не меняют и не добавляют. Один негатив. Они ничего не добавляют, кроме негатива. Вы думаете, что если вы будете переживать о какой-то ситуации, то ваше волнение изменит эту ситуацию к лучшему? Нет. Все станет только хуже. Лучше не станет. Например, вы идете навестить своих близких в больнице. Вы либо наполните атмосферу страхом, выплеснув свою тревогу, либо своими позитивными утверждениями вы вселите в сердца людей веру. Слава Господу! Когда я иду в больницу, я иду туда не для того, чтобы волноваться. Я иду принести туда веру, нести Божье Слово. Я не иду туда для того, чтобы часами сидеть в приемной и волноваться. О чем вы переживаете? Не знаю. Но Бог знает все. Он знает то, чего вы не знаете. Да, но ведь врач мне сказал. Понятно. А что вам говорит Божье Слово? Послушайте. Вы никому не поможете своими волнениями. Волнения ничего не меняют в лучшую сторону. Волнения не приносят позитивных результатов. Волнения только усугубляют ситуацию. Волнения приводят в результате к тому, что противоречит Библии. Задумайтесь. Волнения играют на руку сатане. Они Богу не помогают. Когда вы волнуетесь, вы помогаете сатане уничтожить вас. Бывают моменты, когда нужно взять себя в руки и сказать, «Я не буду переживать об этом». Конечно, непросто в один момент избавиться от всех тревог. «Я не буду переживать об этом». Но беспокойство не проходит. Я научу вас бороться с этим недугом. Ведь это мысли. Нужно взять Божье Слово и размышлять над ним до тех пор, пока мысли из Слова не вытеснят переживания и волнения. Ведь волнение — это размышление. А значит, чтобы прекратить нервничать, нужно начать размышлять о другом, о Божьем Слове. Беспокойство разрушает. Волнения не созидают. Помню, как несколько лет назад меня приглашали навестить в больнице одну женщину. Я еще в коридоре услышал ее крики. «Я умираю!» «Я умираю!» «Что это было?» «Я умираю!» Мне было около 22-23 лет. Я только-только уверовал. Я совсем недавно прочел книги Кеннета Хейгена и лишь недавно узнал об исцелении. Она продолжала кричать. «Я умираю!» Я вошел в ее палату, подошел к ее кровати и, глядя ей прямо в глаза, сказал «Живи или умри! Живи или умри!» Она сказала «Буду жить!» Я сказал «Тогда замолчи!» «Что ты говоришь? Где твоя вера?» Я сказал ей «Вставай!» «Хватит!» Твои слова наполнили эту комнату сомнениями и неверием. Говори лишь о том, что ранами Христа ты исцелилась. Ухватись за эти слова. Поверь, не отпускай. Слышишь меня?» Она сказала «Хорошо». Я сказал «Тогда пока». В то время у меня не было надлежащей подготовки. «Я не знал, как себя вести». Но эта женщина выздоровела. Как? Она перестала беспокоиться и бояться. Ничто не меняется к лучшему от переживаний. Далее Иисус говорит «И об одежде, что заботитесь?» Послушайте меня, друзья. Действительно, есть люди, которых очень заботят, во что они одеты. Зачем заботиться об этом? Вот как звучит вопрос. Что вы заботитесь об одежде? Почему вы волнуетесь? Подумайте! Почему вас так заботит ваш внешний вид? Это печально. Бог благословлял израильтян на протяжении 40 лет. 40 лет. 40 лет. Одна и та же одежда. 40 лет. Здесь точно без чуда не обошлось. Это точно чудо. Это проявление Божьей силы. Бог позаботился и о вашей одежде. Бог позаботится и о вашей одежде. Возможно, это будет не совсем то, что бы вам хотелось носить. Заботьтесь о своей одежде. И Бог сделает так, чтобы она долго носилась. Есть люди, которые тратят на одежду столько денег, что им нечем заплатить за свет. Эти люди одержимы другим страхом. Они боятся людей. Это еще хуже. Невозможно эффективно служить Богу, если вы чересчур зависите от мнения окружающих. Что о вас подумают? Что скажут? Так у вас ничего не получится. Хуже всего зависеть от мнения людей. Библия говорит, что человек будет либо служить Богу, либо людям. Но если человек зависит от мнения людей, то не может эффективно служить Богу. Вы тоже выбираете одежду, думая о том, что о вас скажут другие. Вы выбираете то, что вам нравится, или то, что по вашему мнению позволит вам впечатлить других. Как ужасно быть рабом людского мнения. Как вы можете быть настолько свободным в проповеди? Потому что не раболепствую. Я знаю, что люди говорят обо мне. Я знаю, что они думают обо мне. Время от времени я интересуюсь мнением людей обо мне, чтобы быть в курсе. Но эти люди не оплачивают мои счета. Они не живут в моем доме. Они не кормят меня. Не готовят для меня бабовую похлебку. Когда я покупаю костюм, я не думаю о том, понравится вам этот костюм или нет. Если вы увидите меня в оранжевом пиджаке и в клоунских полосатых брюках, знайте, что я одел это не ради вас. Я сделал это для себя. Мне все равно, что вы на это скажете. Время от времени я спрашиваю своего помощника, что он думает о подобранном мной комплекте. Иногда он морщится. А мне все равно, что ты об этом думаешь. И потом я одеваю то, что хочу. Я одеваюсь так, хотя ему не нравится. Я одеваю это, потому что ему это не понравилось. Ну и что, что тебе это не понравилось? Да, я тебя спросил, но это не значит, что меня интересует твое мнение. Мне тоже не нравится, как ты одет. Но ведь ты меня не спрашиваешь. Это проблема многих людей. Они так зависят от мнения других. Вы не сможете радоваться жизни, если вас так сильно волнует, что о вас подумают люди. Вы переживаете о том, что люди обсуждают вас за глаза. Люди говорят о вас прямо сейчас, но вы об этом не знаете. Сейчас кто-то перемывает вам косточки, но вы об этом не знаете. Раньше в церкви так говорили. Говори обо мне сколько хочешь. Чем больше ты говоришь, тем больше я буду молиться. Я следую за Господом, и ты меня не остановишь. Я буду с Господом. Бог добр ко мне. И потому я буду добр к тебе. Будьте собой. Послушайте. Если вы хотите отрастить волосы до каблуков, почему нет? Сделайте это. Не думайте ни о ком. Распустите волосы. Пусть они развиваются по ветру. Получите удовольствие. Пусть ветер взметает ваши волосы, как крылья. Вы можете нестись, как арабский скакун в чистом поле. Купите накладные ресницы. Купите украшения с цирконием. И пусть они сверкают. Если кто-то спросит, они настоящие? Ответьте, конечно, настоящие. Настоящие цирконии, слава Господу. Ни в чем себе не отказывайте. Причина многих стрессов. Это угодничество. Будьте независимы. Не подстраивайтесь под вкусы других. Как мы к этому пришли? Мы начали с заботы об одежде. Иисус сказал, и об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. В расширенном переводе это звучит так. Даже Соломон при всем своем величии не одевался так, как одеты они. А теперь 30 стих. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми пачи вас, маловеры». В расширенном переводе это звучит так. «Если же Бог так одевает траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то разве Он не оденет вас, маловеры?» «Если у вас проблемы с вашей одеждой, значит, вы не доверяете Богу». Далее, это сильно сказано. 31 стих. «Итак, не заботьтесь, не нервничайте и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. задавать вопрос и ставить под вопрос — это не одно и то же. Если вы задаете Богу вопрос, это нормально. Но если вы сомневаетесь в том, что Бог способен обеспечить вас, это другое дело. Приведу пример. Иоанн Креститель был в тюрьме и отправил своих учеников к Иисусу. Он сказал им, «Идите и спросите у Иисуса, ты ли тот, или нам ждать другого? Потому что я все еще в тюрьме». Кто-то скажет, «А что плохого в этом вопросе?» Если кто и знал, что Иисус и есть Мессия, то это Иоанн Креститель. Ведь Иоанн Креститель был там, когда небеса над Иисусом открылись, и с небес прозвучал голос, «Се есть Сын мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». Но так как он был в тюрьме, то начал сомневаться. «Ты тот самый, или нам ждать другого?» Ведь я все еще в тюрьме. Мы поступаем так же. «О, Бог забрал мою маму!» «О, Бог забрал моего отца!» «Бог, почему ты так поступил со мной?» «Если ты такой всемогущий, то почему позволил ты моей маме умереть?» Что вы делаете? Вы сомневаетесь в Боге. Я сомневаюсь в благости Божьей, ведь посмотрите, что происходит. Друзья мои, не говорите Богу, «Если ты такой сильный, то что мы будем носить?» Вы задаете ему вопрос с сомнением. В этом вопросе звучит страх. «О, Бог, что мы будем есть?» «Я служу тебе», «Я хожу в церковь». Люди делают это постоянно. «Я даю десятину», «Я хожу в церковь», «Я молюсь», но ничего не происходит. Вы все еще сомневаетесь в Боге. Вы задаете вопрос, потому что не уверены в Нем. Он говорит, «Не заботьтесь». Будьте осторожны с тем, о чем вы думаете. Когда вас одолевает беспокойство и тревога, вскоре вы их наверняка озвучите. Не говорите вслух о своих опасениях. Ваши слова запускают механизм в действие. Не заботьтесь. Послушайте, Брат Хеггин говорил, «Нельзя запретить птицам летать над вашей головой, но можно не позволить им свить гнездо на вашей голове». Нам в голову могут приходить разные мысли, но в нашей власти не подкрепить эти мысли словами. «Если какая-то мысль пришла вам на ум, это еще не значит, что вы должны сделать ее реальностью в вашей жизни». Однажды я был в продуктовом магазине. Передо мной стояла пожилая женщина, и мне вдруг пришла эта мысль. Мне так стыдно, хотя это и хорошая иллюстрация. Мне вдруг пришла мысль, «Что будет, если я ее толкну?» Я понимаю, как это глупо выглядит, но нельзя идти на поводу у всякой мысли, которая приходит в голову. Я не знаю, откуда у меня возникла та мысль. С чего бы мне толкать эту женщину? Я понимаю, что вы меня осуждаете, но мы ведь говорим не о тех мыслях, которые пришли вам на ум. Не нужно принимать и воплощать любую возникшую в голове идею. Вы можете контролировать мысли, приходящие в вашу голову. Как? Словами. Приходит мысль, «Я неудачник». Не говорите этого. Скажите лучше так, «Я победитель во Христе». Приходит мысль, «Я не знаю, на что я буду жить завтра». Не развивайте эту мысль. Лучше скажите, «Мой Бог восполнит все мои потребности по богатству своему в славе». Так вы не излагаете неправильные мысли. Слушайте дальше. Он говорит, «Не спрашивайте, что мы будем есть, что будем пить, как будем жить». Не дайте укорениться этим негативным мыслям. Он сказал, 32 стих, «Потому что всего этого ищут язычники и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Ваш Отец знает, что вам все это нужно. В расширенном переводе это звучит так, «К этому и стремятся, и этого желают язычники, они ищут этого. Но ваш Небесный Отец хорошо знает, что вам все это нужно». Он знает это. Он знает. Друзья мои, Он знает. Не сомневайтесь в этом. Он знает, слава Богу. Он знает. «Аллилуйя». 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 Он знает, что вам нужно. Он знает, что вам нужно одеваться. Поверьте, Бог обо всем знает. Но вы также должны понимать, что Бог желает развить в нас в этой ситуации. «Как мне стать зрелым христианином?» Есть верующие, которые заявляют, что они духовно зрелые люди. «Ты женат?» «Нет». Вот когда женитесь, станете еще более сильным духовно. Потому что некоторые особенности супружеской жизни будут способствовать дальнейшему развитию вашего характера. Не избегайте трудностей роста. Пусть жизненные ситуации закаляют и развивают вас, делают вас лучше, чем вы были вчера. «Станьте сильнее обстоятельств, и они не причинят вам вреда. Станьте сильнее окружающих вас обстоятельств». Смотрите, что написано в 33 стихе. «Я уже знаю, что вам нужно, но вот, что я хочу от вас. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Я знаю, что вам нужно, но вы должны кое-что сделать, чтобы я мог дать вам все, в чем вы нуждаетесь. Если вы переживаете, я ничего не могу сделать. Если вы пребываете в страхе, я бессилен. Если вы размышляете о том, что противоречит Божьему Слову, я ничего не могу поделать. Вот что вы должны сделать, чтобы я мог помочь вам. Вы должны искать, прежде всего, Божьего Царства. Но не ищите того, что противоречит Слову. Ищите Божьего Царства. В Божьем Слове написано, «Ищите Божьих методов и Божьих путей». Есть Божьи методы. Если вы в нужде, посеете семя, применяйте Божьи методы. Проявляйте любовь. Применяйте Божьи методы. Прощайте людей. Как бы вам ни было больно, делайте то, что призывает вас делать Бог. Ищите прежде всего Царствия Божьего. А что он говорит дальше? Тогда все, в чем вы нуждаетесь, и я знаю об этом, приложится вам. Если вы выполните свою обязанность, будете искать меня, а не искать проблемы, несчастья и так далее. Я не буду думать о плохом. Я буду искать Царствия Божьего. У вас есть выбор. Вы можете искать Царство Божьего и пребывать в мире радости или волноваться и переживать. Тогда вы найдете прямо противоположное Божьему Царству. Он сказал, «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». Если вы принесли с собой Библию, откройте 2-е послание Тимофею, 1-ю главу. Перед тем, как мы углубимся в Божье Слово, я хочу прочитать вам то, что, по моему мнению, очень хорошо раскрывает природу страха. Мы живем в мире, где бесстрашные люди правят и господствуют, а боязливые становятся рабами. Страх — это вор и грабитель. Страх крадет у великих людей их великое предназначение. Страх держит в плену царей. Побеждают те, кто не боится, те, кто пойдут по воде и не потонут, не дадут места страху. Незнающего страха пламя не коснется. Если не будешь бояться, не потонешь. Если не будешь бояться, не обожжешься. Если не будешь бояться, победишь. Бесстрашие — это качество, которое делает человека победителем. Елисей был великим мужем Божьим. Он был известен своим бесстрашием. Он стоял перед царем и смело говорил, «Дождя не будет три года, если я не скажу своего слова». Он упрекал царя и весь израильский народ в их идолопоклонстве. Он не знал страха. Он лично уничтожил 400 пророков Ваала. Но потом против него выступила Язавель. И дьяволу удалось поселить в его душе страх. К сожалению, он поверил лжи дьявола и забыл о том, кто он и какому Богу он служит. От его уверенности не осталось и следа. И этот великий муж Божий стал искать смерти. Друзья мои, именно это и происходит, когда вы чего-то боитесь. страх разрушает вашу уверенность. Вы забываете о том, кто вы и кому вы служите. Но в послании к евреям 10 говорится, «Не оставляйте свою уверенность, ибо уверенность вознаграждается». Функция страха — лишить вас уверенности и лишить вас вознаграждения. страх ведет к разрушению. Страх приводит человека на дно трудностей и разочарований. Боящийся верующий — это бессильный верующий. И он бессилен против сатаны. Царь Давид был бесстрашным человеком. Он был бесстрашным воином. Он не боялся ничего, и поэтому он побеждал. То же будет и у вас. Если вы не будете бояться, вы будете побеждать. Голиаф и все войско филистимлян были побеждены, потому что Давид бесстрашно выступил против них. Страх, друзья мои, это дух. Это оружие сатаны. Как Богу необходима ваша вера, чтобы действовать в вашей жизни, так и сатане необходимо запугать вас, чтобы потом легко дурачить вас. Пожалуйста, поймите, что сатана парализован и беспомощен, если ему не удается запугать вас. Дьявол бессилен что-либо сделать бесстрашному человеку, который уверен в Божьем Слове. Что бы ни происходило вокруг, что бы вы ни видели, если вы не испугаетесь, вы не позволите сатане проворачивать свои делишки в вашей жизни. Он беспомощен, когда вы бесстрашны. Он ничего не сможет сделать вам, если вы не подадитесь страху. Первое, что он будет делать, он начнет подбрасывать вам мысли, посылать образы, внушающие страх. Ваш страх — это открытая дверь для дьявола в вашу жизнь. Он не сможет проникнуть в вашу жизнь, если вы не боитесь. Он не может действовать против вас, если вы бесстрашны. Если вы не робеете, то вы препятствуете попыткам сатаны уничтожить вашу жизнь. Он беспомощен, потому что страх — это основание, на котором он только и может действовать против вас. Где нет страха, там нет места и для тьмы. Где нет страха, там нет разрушений. Где нет страха, там не будет нехватки. Где нет страха, там не может быть мучений. Скажите, здесь нет места страху. Я хочу победить этот дух. Кто-то из вас скажет, а разве это дух? Да. Страх — это дух. Это генерал, служащий в армии сатаны. Для того, чтобы сатана смог воплощать свои планы, ему нужно видеть ваш страх. Что можно сделать против того, кто не боится? Что сделать против того, кто не боится? Как победить того, кто не боится? Второе послание Тимофею, первая глава, седьмой стих. Второе послание Тимофею, первая глава, седьмой стих. Давайте прочтем седьмой стих вместе вслух. Готовы? Читаем. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия». На основании этого стиха мы можем сказать, что Бог дает нам что? «Силу и любовь». Чего Бог не дает нам, исходя из этого стиха? Если вы чего-то боитесь, этот страх внушил вам Бог? Нет. Почему? Потому что у Бога нет страха, чтобы его дать. Кто-то сказал, «Господь поразил меня болезнью, чтобы научить чему-то важному». У Бога нет болезней. У Бога нет болезней. У Бога нет страха. Если вы чего-то боитесь или что-то тревожит вас, знайте, что это пришло не от Бога. И вы не обязаны держать в себе то, что пришло не от Бога. От Небесного Отца приходят только добрые и совершенные дары. Первое, что мы поняли, страх — это дух. Мы должны противостать ему. Мы должны противостать ему. Слово «противостать» значит «помешать» или «противостоять». Оно значит «противодействовать». Вы должны воспрепятствовать ему. Противостаньте страху, и вы будете побеждать в любых жизненных обстоятельствах. На протяжении всей Библии вы слышите приказы Бога солдатам Божьей армии. И один из них — «не бойся». Почему Бог постоянно говорит «не бойся»? Вы слышите такие приказы, как «не бойся», «не рабей»? Это приказы солдатам Божьего Царства. «Не бойся», «не рабей», «не трусь». Бог знает, что если вы противостанете страху, сатана ничего не сможет сделать с вами. Будьте послушны данным нам приказам. Когда ваше сердце сжимается от страха, гоните страх во имя Иисуса. На протяжении многих лет я слышу высказывания умных людей, как неверующих, так и людей в церкви, которые утверждают, что нет ничего плохого, если вы чего-то боитесь. Поэтому я и говорю с вами об этом. Многие люди считают, что нет ничего плохого в том, чтобы страх был движущей силой. Они говорят вновь и вновь, «немного страха никому еще не повредило». А потом эти люди свидетельствуют, что хорошее призвело в результате того, что они немного боялись. Друзья мои, даже немного страха — это плохо. Давайте откроем Откровение 22 главу. «Мы люди Божьи, и мы ничего не боимся». Попробую сказать это еще раз. Мы люди Божьи, и мы ничего не боимся. Помните, я призывал вас называть несуществующим существующим? Начните просыпаться со словами, «Во мне нет страха, я ничего не боюсь». Откровение 21, 6 стих. «И сказал мне, «Совершилось! Я из Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Я прочитаю, что написано в расширенном переводе Библии. Мне очень нравится, как это звучит там. «От трусов». Трусами в Библии названы боязливые люди. «От трусов, которым не хватает мужества, и которые подчиняются из боязни, неверующих и неверных, скверных и убийц, и прелюбодеев, чародеев, и вовлеченных в волшебство, и идолослужителей, которые клянутся в преданности идолам, а не Богу, и всех лжецов, которые сознательно лгут и поступают нечестно, их участь в озере, горящим огнем и серою. «Это смерть вторая». Друзья, я не собираюсь умирать больше одного раза. Обратите внимание, кто стоит в начале списка. боящийся и неверующий. Неверие и страх идут рука об руку. Если я не верю в Божье Слово, тогда я буду бояться, что оно не исполнится. Если я не верю, что Бог исцелил меня, тогда я не буду уверен, что смогу исцелиться. Если я не верю, что Бог восполнит все мои потребности, тогда я боюсь нищеты, боязливые и неверующие. Кто-то может сказать, «Нет ничего плохого, если человек немного боится». Давайте прочтем этот список. Если нет ничего плохого, когда мы немного боимся, тогда нет ничего плохого в неверии, нет ничего плохого в небольшом прелюбодеянии, немного убийства еще никому не повредило. Нет ничего плохого в неверности, ведь мы немножко, можно чуть-чуть изменять друг другу, но только весной. Нет ничего плохого, если мы немного увлекаемся оккультизмом, иногда впадаем в выдалопоклонство, задумайтесь, если мы не приемлем того, что увидим дальше в этом списке, то нельзя принимать и страх. Страх — это то, на чем работает ад. Страх — это основание для работы ада. Ад — это бездна, но не физически. Это не бездна физически, потому что ад находится в ядре земли. Но люди постоянно ощущают, что они падают. Сатана является автором страха. Страх недопустим. Повернитесь к сидящему рядом и скажите ему, что страх недопустим. Страх недопустим. А мир старается убедить нас в том, что страх допустим. Страх недопустим, друзья мои. Он недопустим. Позвольте мне показать вам, как страх вошел в жизнь людей. Давайте зайдем в Эдемский сад. «Бытие» — третья глава. Вот что я могу сказать о страхе. Страх — это платформа, на которой стоит ад. страх. А платформа страха — это эгоизм. Если эгоизма нет, то и страха быть не может. Но там, где вы видите страх, там же вы обнаружите и эгоизм. Страх очень часто выражается через гнев. Гнев — это выражение страха. Гнев — это выражение того, что я в чем-то не уверен. В следующий раз, когда вы начнете злиться, спросите себя, «На что я злюсь и чего я боюсь?» Страх зиждется на эгоизме. Но там, где есть Божья любовь, не может быть эгоизма. Не спрашивайте себя, почему я боюсь. Основание страха — эгоизм. Пастор Доллар, вы не правы. А если кто-то вломился в мой дом, я эгоистичен, если я боюсь? Да, потому что после того, как кто-то ворвался в ваш дом, вы переключились на самозащиту, так как не верите, что Бог может защитить вас. Из страха, что Бог не сможет позаботиться о вас, вы сами заботитесь о себе. Вы коронуете себя Богом своей жизни. Любой страх, основанный эгоизмом. Хочу спросить вас сегодня, а вы тоже переключились на самозащиту? А вы тоже короновали себя Богом своей жизни? А вы тоже не верите, что Бог может позаботиться о вас, что Он может обеспечить вас. Не верите, что Он может спасти вас. Теперь из-за страха, что Его Слово не будет исполнено, вы не верите в Его обеспечение, вы не верите, что Он может спасти. Теперь из-за страха, что это Слово не исполнится, вы коронуете себя Богом и включаете самооборону. Теперь в вашей жизни действует страх. И очень скоро в вашей жизни начнутся мучения, потому что результат страха — это мучение и разочарование во всех сферах вашей жизни. Я не говорю сегодня о естественной боязни, как, например, боязнь высоты. Если бы вы знали, что Бог позаботится о вас, что назначены ангелы, которые будут присматривать за вами, тогда вы не будете бояться ходить по сотому этажу здания. Господь позаботится о вас, и вы можете сказать всем остальным, «Все будет хорошо, потому что в этом лифте я, а Бог любит меня». Я помню, как мы поехали кататься на лыжах. Я сам не катаюсь. Это была наша первая попытка покататься на лыжах. Мы сели на этот подъемник, который вез нас наверх. Потом он вздрогнул и застрял. И одна девушка там начала плакать, «Мама!» Я сказал, «Ну-ка, замолчи, я здесь». «Все будет хорошо, ничего плохого не будет». «Все будет хорошо, я здесь». Потом мы должны были учиться, я взял инструктора. Если учиться кататься самому, можно развить в себе плохие привычки. Там мучат останавливаться. Для этого нужно свести лыжи вместе и согнуть колени. У меня никак не получалось. А Тефи такое дается легко. Она каталась, наслаждалась жизнью и посмеивалась надо мной. Потом подошел подъемник. Когда подходит кресло, нужно просто немного подпрыгнуть и сесть на кресло. Подъехало кресло, я упал прямо на спину. Как можно требовать, что люди запрыгивали на эти подъемники? Когда я прыгнул второй раз, я сел лишь наполовину. Я не знал, что эта штука поднимается так высоко и подумал, ни за что. Ведь потом нужно спрыгивать с этой штуки. Меня предупреждали. Когда будешь кататься, будь осторожен, потому что если ты нанесешь кому-то травму, на тебя могут подать в суд. Я спросил, а что делать, если не сможешь остановиться? Мне ответили, падай. В тот день я стал специалистом по падениям. Приближаясь к группе людей, я кричал, осторожно, осторожно, и падал. Я сказал Тэфи, мне не нравится это. Снял лыжи, ноги и руки трясутся, не понимая, как это кому-то нравится. Итак, мы решили покататься на мотосанях. Мы поехали на мотосанях по пересеченной местности. Я и понятия не имел, куда мы поехали. А вдруг там тигры и медведи, кто знает, семья чернокожих, которая никогда ничего такого не делала. Я даже не знаю, куда мы едем, но мы выбрались в тот день. Я не допустил, чтобы страх испортил нам тот замечательный день, несмотря на то, что мы делали это впервые. Иногда именно неизвестные становятся причиной страха. Я знал, что Бог — моя сила и моя крепость. Вы меня понимаете? Посмотрите, как это было в книге Бытие. Бытие 3 глава 1 стих. Змей был хитрее всех зверей полевых. Там, где есть сатана, есть и эгоизм. Он — царь эгоизма. Книга Исаия 14, 12. Я, я, я. Где вы увидите я, 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 знайте. Это дух эгоизма, и вы видите дьявола. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Это сказал ей Бог. Она была абсолютно в этом уверена. Смотрите, что сделал змей. И сказал змей жене, нет, не умрете. А ведь Бог сказал, что они умрут. А дьявол говорит, не умрете. В тот день они впервые столкнулись со словами, которые противоречили тому, что сказал Бог. Это то, что происходит сейчас в нашем обществе. Бог говорит одно, а кто-то другой говорит, что Бог этого не говорил. Бог говорит, умрешь, а они говорят, не умрешь. Бог говорит, существует ад. А люди говорят, нет. Ад это то, в чем мы живем сейчас. Увидите, когда умрете. Есть огромная разница между тем, где вы живете сейчас, и адом. То, в чем мы живем сейчас, все еще находится под влиянием Божьей любви. Оглянитесь вокруг и повсюду, вы увидите проявление Божьей любви. А в аду вы этого не увидите. Божьей любви в аду не будет. Там не будет милости. Смотрите, что он говорит. Нет, не умрете. Смотрите, что здесь происходит. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И после этого дерево вдруг стало приятным для глаз. Что здесь происходит? Заметьте, как появился страх. Страх приходит через слова и образы. Страх приходит через слова и образы. Змей внушил им страх. Они испугались, что Бог что-то удерживает от них. Опасение, что им чего-то не хватает. Страх, что они в чем-то ущемлены. Этот страх внушает дьявол. Он исходит от него. Вы можете есть плоды этого дерева. Вы не умрете. Бог не дает вам есть от этого дерева, потому что не хочет, чтобы вы знали добро и зло и стали как боги. Они и так были как боги. Страх, что я в чем-то ущемлен. Я боюсь, что я чего-то лишен. И поэтому делаю то, что меня заставляют делать. Слова и образы, полные страха, производят мышление, полное страха. Полное страх и мышление производят полные страха, чувства и эмоции. Эти чувства произведут действия, продиктованные страхом. Решения, принятые из-за страха, заставят вас действовать из-за боязни. Ваши поступки, основанные на страхе, произведут привычки, и вы всегда будете в своих поступках руководствоваться страхом. Эти привычки произведут боязливый характер, и вас ожидает полный провал, потому что вы открыли себя словам и образом, полным страха. Послушайте меня внимательно. Любой страх основан на страхе, что сказанное Богом не исполнится. Любой страх — это опасение, что обещанное Богом не исполнится. страх перед нищетой — это страх, что филиппийцам 4.19 не работает. В филиппийцам 4.19 написано, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Страх перед нищетой — это страх, что Бог не восполнит вашу нужду по богатству своему и славе Христом Иисусом. То есть, корень любого страха — это страх перед тем, что обещанное Богом не исполнится. Вот что такое страх. Вы боитесь, что обещанное Богом в Его Слове не произойдет. Еще один пример. Страх перед болезнью. Это на самом деле страх, что 1 Петра 2.24 о нашем исцелении и о том, что мы исцелены, не работает. Когда вы чего-то боитесь, это на самом деле означает вашу боязнь, что обещанное Богом не исполнится. Вы боитесь, что Божья защита не будет действовать. И вы коронуете себя своим защитником. Вы боитесь потерять свою работу. И теперь не только вы этого боитесь, но и все другие в вашей компании этого боятся, потому что этот страх усиливается программами новостей. Опять большая компания закрылась. Более 9 миллионов человек в ближайшее время потеряют свою работу. 3 миллиона могут потерять свою работу там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если все теряют работу, то и я потеряю работу. И вот вас уже переполняет страх. И знаете что? Ваш страх будет способствовать закрытию компании. Самое лучшее, что вы можете сделать, это отключить все новостные каналы на 6 месяцев. Нельзя внушать людям страх и называть это новостями. Экономика основывается на уверенности. Экономика основывается на уверенности. Вы меня понимаете? Многие считали, что страх хороший мотиватор. Слушайте меня внимательно. Это ложь, друзья. Может казаться, что страх может быть отличным мотиватором и приносить моментальные результаты, но в реальности страх укореняется в душе человека и очень быстро становится первой реакцией на все происходящее с ним в жизни. Я постараюсь убедить вас, что страх не может быть хорошим мотиватором. Позвольте мне привести пример. Давайте скажем еще раз. Страх неестественен. И противоестественно, когда действия человека мотивированы страхом. Например, женщина может бояться, что ее никто не полюбит. Никто на ней не женится. Она живет в страхе, что ее не возьмут замуж. Она боится, что никто ее не полюбит. Никто не возьмет меня замуж, я никому не нужна. и она делает все возможное, чтобы сделать себя красивее. Нет ничего плохого в том, чтобы делать себя красивее. Мы все это поддерживаем. Все, что может сделать вас красивее, делайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok